Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и сегодня мы с вами посмотрим интереснейшее разоблачение на меня. Да. Да, если что, на меня уже снимали разоблачение, но почему-то эти видео в сети долго не держались. Я, кстати, на них вообще никак не реагировал. Максимум смотрел, угорал, и всё, и со временем их просто удаляли. Вообще, у меня была идея посмотреть с вами нечто подобное, поскольку это весело. Вот, но извините, поскольку я просто этого сделать не успевал. Но в этот раз я успеваю это сделать, поскольку видео в сети, и, конечно, excuse me за мою актуальность, ибо это видео выложено было, там, 2 октября 2021 года, но оно будет не менее интереснее и кринжовее, если вы вообще знаете консольные новости. Да. В этом видео меня разоблачили настолько жёстко, что я даже, ну, не знаю, как это описать, но вот прям реально жёстко поймали за руку, как дешёвку, прям вот капитально. Меня этот видос даже немножко задел, поскольку там меня даже немножко оскорбляли. Да. И сразу просьба. Пожалуйста, не хейтите данного автора. Вообще, никаким образом. Даже наоборот, поддержите, поставьте ему лайк на этот видос, и там напишите, типа, блин, ты красава, там, ты взял за яйца жумбека, типа, ты его разоблачил, давай ещё. Короче, вот что-то в этом духе. Скинул мне, кстати, данный видос мой давний знакомый, за что ему большое спасибо. Если что, данный видос называется «Звездуные года», и предупреждаю, такого кринжа вы вряд ли где-то видели. Так, у меня, в принципе, всё готово, поэтому усаживайтесь в удобней, и давайте смотреть. Хочу предупредить, что в этом ролике содержится нервно-мотивная лексика, поэтому лицам, достигших 18 лет, строго, категорично, не рекомендую просмотру этого ролика. Если что, к данному дисклеймеру отнеситесь реально с пониманием, реально. И поэтому, если вдруг кому-то здесь нет 18-ти, закрывайте этот видосик, и лучше его не смотрите. Я вам реально... Он предупреждал, он предупреждал, поэтому, сами понимаете. Всем привет, дорогие друзья! Привет! Да, всё, свершилось, свершилось! Что у нас могло свершить такое, скажете вы? Сегодня 2 октября! 2 октября! Кстати, попрошу акцентировать ваше внимание на данной дате, что он записывает видос 2 октября. Просто эта дата пригодится для понимания, о чём он вообще говорит, и самое главное, когда он об этом говорит. Вот прям запомните, 2 октября, 2 октября. Это... Ну, сейчас... Всё вот этот каламбур, всё начался вот отсюда. ...подняла себя в цене почти так же, как сейчас на 3-4 тысячи, но это, по-моему, было где-то в апреле. Тогда майки сделали отличный переход для себя, и, знаете, поступили, наверное, как благодворители, прям как поистине создатели консоли для народа. И, в принципе, повышение цен конкурента откомментировали таким образом. В данный момент мы наблюдаем за повышенным спросом на консоли Xbox Series. Мы хотим поблагодарить всех фанатов Xbox и заверить, что продолжаем работу с нашими ритейл-партнёрами над тем, чтобы ускорить следующие поставки консолей. Рекомендуемая розничная цена остаётся прежней и составит 45 590 рублей за Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S. Ну, чё сказать, как г... Честно, я не знаю, что он хотел сказать этим фрагментам, поскольку тогда я говорил, что сами майки говорили раньше, что они не изменят цену, и, в принципе, что они её изменили, потому что тот ролик, который он включил, он был как раз-таки об этой новости, что с 1 октября будет повышение цен на Xbox. Я не знаю, почему, он, может быть, просто перепутал и взял левый момент, но, короче, я просто не понял, типа, в чём трабл, поэтому, если вы вдруг поняли, то объясните. Вот это единственный момент, который я вообще не понял. Идём дальше. Xbox на грани! Microsoft повышает... Он тоже, кстати, угарный. ...цена на свои консоли и аксессуары в России. Поднял... Вот. Эти ребята утверждали, что Microsoft с 1 октября поднимает свои цены на консоли и аксессуары. Всё будет дорожать. Цены будут расти не по дням, а по часам, да ещё и на дорожях. Фух, фух. Сегодня 2 октября. Второе, пацаны, 2 октября. То есть у парня были сутки с лишним, чтобы... Чтобы просто понять, что он записывает видос на эту тему. Вот просто, короче, идём дальше. Как же майки могли так поступить с русскоязычным регионом, в котором люди живут в СНГ? Ну, как они могли? Понимаю. Наверное, всё, да, вот скажите, всё, хана. Не хана, ребята. А, нет. Второе октября. Сейчас вам всё покажем. Я один ролик уже и пытался сделать, но меня там забланили, короче, на Ютубе. Поэтому и делаю вот этот ролик. Я в том ролике говорил, но объясню сейчас об этом. Я говорил, ребята, есть официальный источник информации. Это официальный сайт Майкрософт и официальный паблик Майкрософт, да? Да. Вот. Вот. Ни там, ни там о том, что Майкрософт именно в России поднимает цену на консоли аксессуары, не было. Так вот, эти двое утверждают, что Майкрософт подняли цены на консоли аксессуары. Так что мы должны своих пиздунов знать в лицо. Вот, кстати, было обидно. Было обидно. Раз. Два. Пиздун. Года. Это я. Все его знают. Аплодисменты. В лицо. В лицо должны знать своих героев. Пиздун года два. Я тоже здесь попугаю. За скамели, пацанов. Аплодисменты. За скамели. Эти ребята, я не знаю, от какого источника брали информацию, как утверждали и несли, полоскали уши своим слушателям, своим зрителям, о том, что типа якобы Майкрософт повышает цены на консоли и так далее. А на самом деле, а все ли и так ли, конечно нет. Это все было на грани. На грани. Это было на грани. Вот, понимаете, вот, ну просто на грани. Вот, вот прям вот так вот просто вот, я не знаю, просквозило. Майки молодцы. Они вот, знаете, чуть не ступились. Они чуть не ступились, и это все было на грани. Это просто было на грани. Потому что универсалбой на грани и хайпажор на грани. Хайпажор и что это я. Заходим мы теперь с вами куда? Правильно, на официальный сайт Microsoft. Заходим с вами к консоли. Хух, аж сердце ёкнуло. Ляд, цену подняли. Стоило 47 тысяч рублей. Пацаны, я этот видос пересматриваю уже, наверное, седьмой раз. Но мне настолько угарна вот эта вот фраза, что я по-любому её поставлю на донат. Она вот просто вслушайтесь, просто вслушайтесь, какая она угарная. Ляд, цену подняли. Стоило 40... Ой, простите, 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 простите. Всё, я должен на серьёзных щах это всё делать. Всё, идём дальше. Ну, короче, по смыслу, по смыслу. Слушайте самое главное, что он говорит. Потому что, ну, это... Ну, он меня поймал как дешёвку, я вам говорю. 7 тысяч рублей. Кстати, откуда он взял 47 тысяч рублей, я не знаю, потому что прежний ценник. Я снимал видосы, когда я покупал Xbox Series X на старте, там, по предзаказу. Там была цена 45, там, 590, если не ошибаюсь. Короче, 45 с копейкой. Вот, и, в принципе, все, кто покупали на старте и знали по цене, да, ну, там 47 не было вообще. Откуда он взял эту цифру, я не знаю. Ну, ладно, идём дальше. Блядь, писец, ну как так можно было поднять цену? Как? Ну, ляд, ну как же, Майки, вы так подняли цену? Ай... А нам же у вас стоило 47 тысяч. А теперь 45 тысяч? Писец, вышит с крыши, цены скочат. Ой, как высоко. Ой, как высоко подняли цену. Ебать, и тут цену умудрились поднять. Капец. Сто 27 тысяч, а теперь 26. Вот, 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 вы просто посмотрите на эту цифру и сами поймите, что вот он вообще говорит. Я просто не понимаю, этот человек, он настолько, настолько рубит правду матку, что у меня нету слов. Вот просто, я не знаю, он просто звездунов поймал, я не знаю, за жопки. Просто за голые жопки. Псец, просто писец слов нету сегодня число, дату. Второе октября. То есть, вот, поймите, пацаны, я просто не могу серьезно снимать этот видос, поскольку у него были сутки с лишним, чтобы проверить информацию. Ну, то есть, грубо говоря, а случилось это все 1 октября, вот, а он снимает 2-го. И я просто не знаю, почему он такой. Я не знаю, пацаны. Эти звезды на годы утверждают, что с 1 октября начнется повышение цен. Заходим в официальный паблик Майкросов. Официальный, официальный, галочка. Блядь, и тут цену подняли. И тут подняли цену. Ой, капец, как же так, как же так. Так, мы же надеялись, что поднимут цену. Мы верили, а взяли и понизили. Прикинь, Майкросов даже понизила цену на 2 косаря. А эти, а эти что утверждают? Что Майкросов поднимут, что из боксерис их будет стоить. Фуф. Я правда не хотел его расстроить. Я не думал, что наш пранк выйдет настолько из-под контроля, что... Ну, я правда не хотел, ребят. Я правда не хотел вас скамить и пранковать насчет повышения цен. Потому что Виктор говорит, что это не существует. Это типа, ну вот, обошлась стороной проблема, и мы просто вас обманули. Простите. Просто простите. Потому что я, я правда не знал, что так вообще может быть. Ну, мне неловко. Просто неловко, потому что... Меня сейчас разоблачили. Как дешевку. С пруфами. С пруфами. То есть, ну, не отвертеться, типа, если на официальном сайте Xbox России и в группе ВКонтакте, типа, не обновили информацию, ну, то все. Это... это все. 50 тысяч рублей? А через 30 тысяч рублей? А я ведь этим блогерам верю. Прости, бро. Я, 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 я правда, я не хотел. Я, я не знал. Я не знал, что так будет. А что им верят, ребята? Грош им цена. Они берут информацию, кто-то где-то ляпнул. Ну, и они под копирочку. Давай же этот хайп. А потому что хайпово. Вот и будут они говорить. То, что выгодно им. Чтобы на них больше подписалось. Больше о них знали. Больше просмотров. А значит, больше YouTube денежку заплатит. Все ради денег. Бабосики. Вот я не понимаю. В одном из своих роликов, вот этот звездун года, утверждал, что он актер. Что он снимался в сериалах. И даже продолжает сниматься. Прикиньте. Ну, тут-то он меня реально поймал за задницу. И я хочу извиниться перед вами и сказать, что да, действительно, я не имею отношения к данной деятельности. Но дело в том, что если вы вдруг увидите меня на экране телевизора, это не я. Я пиздун. И это был мой брат. Если что, да, у меня есть сводный брат-близнец. Его зовут Саня. И сейчас я вам профанул. Саня, иди сюда. Ну, типа, докажи им. Парни, привет. Меня зовут Саня. И я сводный брат Макса. И я актер. Ты доволен? Да. Все. Пока, Саня. Пока. Теперь я, надеюсь, мне сейчас все поверят, что у меня есть хотя бы брат. Вот. Еще раз извиняюсь, что его заслуги я приписал себе. Простите. Это же из Виздун года. Не утверждал, что он актер. Он всегда тоже любил похайпиться, например, на то же самое PlayStation у него на грани. Теперь у него Xbox на грани. И он этот ролик подал так, что будто якобы он переживает за своих зрителей, что те, кто не успел купить Xbox, а сейчас-то он подорожал, теперь не смогут. А мы же за них так переживая, сердце у него болит за вас. Вот. На самом деле им по барабану. Успели вы купить консоль? Не успели вы купить консоль? Им это на срать. Главное, что была тема хайповая, а значит и просмотрительная. В том плане, что он больше посмотрит, больше людей подписывает, больше людей, больше просмотра, а там и деньги YouTube подплотит, будет платить. Вот. Так что, ребят... Тут без комментариев, это... Ну, это все true. Типа, он реально разоблачил, типа, блин, всю систему YouTube и блогеров. Странно, вот интересно, он тоже под этой темой или нет? Как-то странно, мне кажется, что нет. Это, еще раз говорю, есть официальные источники информации. Запоминайте, пацаны. Официальный сайт Microsoft. На худой конец, если нет и какой-то новости, если какой-то блогер что-то там где-то сказал, пройдите, посмотрите. Когда были вот эти слухи о том, что Microsoft поднимает цены в России, я начал гуглить, я тоже начал лазить. На официальном сайте не было, в официальном паблике ВКонтакте этой новости не было. Так откуда они взяли эту новость? Я придумал. Это, это все пранк. Я говорю вам пранк. Знаете, я на самом деле рад буду, если ребята посмотрели его видос, пришли в магазин и купили Xbox за прежнюю цену. Там либо за 45,590, либо там за 27 тысяч Xbox RSS. И в качестве пруфа, ну типа, чтобы повышения не было, они предоставили этот видос. Вот, если такие случаи вообще были, мне очень интересно была бы реакция. Жамбек, вот это звездом года, он, его администратор группы, его паблика. Даже Леха попал, понимаете? Даже Леха попал, чуть-чуть прям. Опубликовал новость. И звездом года. Мне, кстати, обидно Xbox Play. Очень обидно, что ты меня так называешь. Но, если ты меня так назвал, ну, значит, я этого заслуживаю. Извини, если тебя вдруг обидел. Правда. Хочу утверждать, что его паблик, это официальный источник, что с официального источника он взял информацию о том, что Microsoft повышает цены. Ну, когда я зашел на нас... Кстати, я никогда не утверждал, что наш паблик официальный источник. Я в том, что просто когда написано официально, значит, эта информация подтвердилась официально. Не более, типа... Вот тут он лишний, я себе сказал. Настоящий официальный источник информации из box.com, то там эта информация... Чу-чу! А как так получилось? Засканили, потому что. Всех. Всех засканилили. Вот абсолютно всех. Абсолютно. Вот, понимаете, до сих пор сканили, типа, это пранк. На самом деле, цены они не повышали. Получилось так, что... А извездун года всем позвездил. Вот. Зашел паблик Microsoft, Xbox, Россия. Тоже этой информации нету. Вот. А раз нету, значит, все это звездеж был. И хай был поднял. Просто на ровном месте. Дабы это было... Просмотр еще раз... Скажу, повторюсь. Просмотр и деньги. Бабки. Бабки за всем стоят. Вот. Так что... Извините, что ролик такой вышел короткий. Ничего страшного. Я просто хотел вас предупредить. Если вы услышали от любого блогера, да, в том числе и от меня, зайдите на официальный источник информации. Проверяйте новость там. Вот. Не верьте всем вот этим блогерам. Они лишь говорят, что им выгодно. И как выгодно. Вот. Так что... Я надеюсь, что я смог донести до вас такую информацию. Вот. Спасибо большое за ваши лайки, за ваши просмотры, ребят. Увидимся, услышимся в других роликах. Всем большое спасибо. Всем пока. Что скажете? В первую очередь, хочу сказать Xbox Play большое спасибо за то, что он своевременно взял меня с поличным и просто поймал своими маленькими руками за мою голую попку. Он настолько меня разоблачил, что я до сих пор в шоке. Реально. И я до сих пор не понимаю, как он не мог за сутки с лишним посмотреть цены в официальных магазинах по типу МВидео, Эльдорадо, ну то есть в официальных дистрибьюторах. Потому что там ценник изменили сразу же 1 октября, сразу же поменяли, и мы об этом так же постили. Я просто не понимаю. Вот реально, ребят, если вы вдруг поняли, как, почему этот человек этого не сделал, объясните, пожалуйста. Пожалуйста, объясните. И я говорю, меня это коробит просто жесть. Вот типа настолько... Вот настолько сделать разоблачение, ну по-моему, не удавалось никому. Вот реально. Поэтому, Xbox Play, большое тебе спасибо. И в следующий раз я буду проверять инфу. И буду как раз-таки ее смотреть на Xbox.com, потому что до тебя я не знал об этом сайте. И даже не задумывался, что они могут там, я не знаю, немножко затормозиться, что они могут не обновить там 2 дня подряд. Поэтому в любом случае тебе большое спасибо. В принципе, вы можете сами сделать вывод о данном видосе. Но сразу вам говорю, ребят, только не хейтись. Наоборот, напишите ему, как сказать, поддержку. Поддержите ему, потому что сейчас он разобрал меня просто как, я не знаю, ну как дешевку. Просто, я не знаю, тыкнул пруфом прям вот в лицо, понимаете? От этих пруфов мне лично не отвертеться. И мне кажется, надо завершать свою YouTube карьеру. Потому что, ну, Звездун Года это все. Это все. Вот, поэтому пишите обязательно свое мнение по поводу этого ролика в комментариях. Вот, и подбатрите, чтобы он также что-нибудь еще сделал в следующий раз. Короче, напишите, чтобы он еще снял разоблачение, потому что у него это очень классно получается. Большое спасибо за просмотр. Если видос понравился, ставьте лайки. Все ради хайпа, все ради бабла. И подписывайтесь на канал.